Здравствуйте! Сегодня у нас на разборке итальянский жеребец. И нет, в гостях у нас не Сильвестер Сталлона. Это традиционный газовый котел Emergas Mitoz с закрытой камерой сгорания. Итак, поехали! Данный агрегат собирается в Словакии и обладает тщательно продуманным дизайном, разработанным специалистами компании, что позволило добиться максимальной компактности как и самого котла, так и размещенных в нем узлов и деталей. На передней панели расположен дисплей, клавиши управления и манометр. Выполнено все достаточно стильно. Но лично мне не нравится жесткость клавиш. В его европейских аналогах они нажимаются намного мягче. В верхней части котла у нас все как всегда. Место для подключения коаксиального дымохода, лючки для дополнительного забора воздуха и монтажа раздельной системы удаления. А также расширительный бак на 6 литров. Снизу мы видим несколько нестандартное решение среди подобных котлов, а именно расположение штуцеров. Начнем слева направо. Штуцер для подключения к газовой магистрали, выход горячей воды, вход холодной, обратка системы отопления, подача, штуцера сливного и предохранительно-сбросного клапана, а также кран подпитки системы. Для того, чтобы снять лицевую панель, необходимо сначала удалить декоративную рамку на панели управления и открутить два винта, находящиеся под ней. И еще пару в нижней части котла. Демонтируем ее. Здесь мы видим винт, который держит панель управления в вертикальном положении. Удаляем его. Для более подробного рассмотрения внутренних компонентов мы устанавливаем панель управления в горизонтальное положение. Здесь мы видим электронный газовый клапан Бертелли. Его тарирование производится с панели управления. Электронная плата здесь того же производителя. Обратите внимание на маркировку «Эмергаз» на ней. Это говорит о том, что она изготовлена специально для котлов этой компании. А как мы знаем, Бертелли зарекомендовали себя как производители электроники высокого качества. Переходим выше. Снимаем крышку. Открываем саму камеру сгорания. Здесь мы видим горелку, свечу розжига и ионизации. Основной первичный медный теплообменник. Вентилятор и пресостат. Чуть не забыли рассказать о датчиках температуры. Датчик температуры отопления. Защитный термостат. Датчик температуры ГВС. А теперь мы подобрались к самой интересной части котла. Это гидравлический узел, в котором собраны практически все элементы. Датчик протока ГВС. Реле минимального давления. Автоматический воздухоотводчик. Насос. Трехходовой клапан с сервоприводом. Предохранительно-сбросной клапан на 3 бара. Регулируемый байпас. Вторичный теплообменник. В задней его части. Кран слива и заполнение системы тоже встроены в эту часть. А интересен этот узел тем, что отливается на заводе Грюнфос по спецзаказу. То есть, такого вы не увидите ни в одном другом котле. Это эксклюзив для Имергаз. Теперь мы включим котел и более подробно разберем панель управления. Нажатием данной кнопки мы включаем, выключаем и изменяем режимы работы котла. Символ зонтика говорит о том, что включен летний режим. И у нас работает только горячее водоснабжение. Еще одно нажатие на эту кнопку активирует зимний режим. О чем говорит снеговичок. В данном режиме работает и котел, и ГВС. Изменение температуры происходит нажатием кнопок плюс-минус по бокам. Слева горячее водоснабжение, справа отопление. Кнопкой ресет происходит сброс ошибки. О том, что котел горит, говорит символ пламени. Четыре полоски отображают мощность горения котла. На данный момент он у нас горит на минимальном пламени. Благодаря всем своим качествам, Имергаз Митас получает твердые четыре спеца. Но за его уникальные элементы и дизайн, мы накидываем ему еще одного. Итого пять. Так держать. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом котле. Ваше мнение нам будет интересно. А на этом все. Не забываем ставить лайки, подписываться на наш проект. А нажав колокольчик, вы не пропустите все наши новые видео с разборками, новостями и многим другим интересным. Всем спасибо. До свидания. Не забываем, что мы есть в ВК. Заходим, смотрим, общаемся. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok